Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так получается, что этим летом мы начали формулировать некоторые важные тезисы, поэтому первая часть моего разговора будет связана с цифровой педагогикой. И действительно 90% школьников и студентов на планете, а не в России, окунулись в реальность, и образовательная реальность судилась до пространства экрана ноутбука, планшета или телефона. Вот для того, чтобы эффективно научиться действовать в этой измененной реальности, не по нашему желанию, а так случилось, мы решили, что мы попробуем сегодня складывать вот некоторое знание, которое впоследствии, наверное, обретет более стройную терминологию. А пока это такие лайфхаки, жизненные навыки педагогики, осуществляемые вынужденным или специально созданным цифровым пространством. И уже в результате первых встреч и семинаров мы сформулировали три достаточно важных тезиса, которые очень важны сегодня для STEM-образования. Первая – реальность уже никогда не будет прежней. Мы вчера обсуждали с Александром Григорьевичем, которого я слушала вместе с вами со всеми. Он говорит, ты видела сколько там было участников? Я говорю, так участников-то там было зарегистрировано на момент вашей лекции 300 с чем-то. Но, Александр Григорьевич, надо не забывать о том, что дальше эту лекцию будет слушать и слушать, и смотреть, и анализировать, и обсуждать на занятиях просто самостоятельно. Там все больше и больше людей. Эта запись будет просмотрена. Я ручаюсь, что в течение месяца дойдет до пяти, а может быть, десяти тысяч просмотров. И человечество уже не откажется от этого. Мы уже не откажемся от того, что иногда для того, чтобы провести конференцию, не надо ограничивать себя финансовыми какими-то другими возможностями. В любой момент можно оказаться здесь и сейчас. И вот это вот первая, так сказать, причина, которая заставляет нас сегодня о цифровой трансформации размышлять более серьезно. Я сюда пришла из Нанаграда. Я об этом немножко подробнее расскажу, потому что это будет кейс, которым я буду иллюстрировать важнейшие тезисы, для меня важнейшие тезисы в этом разговоре. Нанаграда, которая сейчас происходит в Ханты-Мансийске. Не буду рассказывать обо всем, скажу про одну из учительниц. Она говорит, я из очень маленького села. У нас в школе 14 учеников. Мы бесконечно счастливы, что одна наша ученица сейчас участвует в программе. Она каждый вечер рассказывает о том, что было своим одноклассникам. И можно, говорит, я задам вам такой очень сложный вопрос. Скажите, пожалуйста, это не будет воровство, если мы возьмем эту технологию и применим у себя в школе. Мы так все увлеклись ею. Мы очень хотим, чтобы все остальные наши ребята увидели то же самое. Поскольку Нанаград – это полностью история, стоящая на стемидиологии, то, как вы догадываетесь, я сказала ей, что мы не только не против, мы предоставим все ресурсы, все цифровые, все консультационные, для того, чтобы вот эта вот девочка из маленького села, она говорит, да нас, мы же только на самолете можем куда-то переместиться. Вот вы это не понимаете. А сейчас мы оказались в центре мира. Реальность уже никогда не будет прежней. Любое событие, которое мы сегодня организуем, одновременно происходит в двух пространствах – реальном и виртуальном. И иногда виртуальные события оказываются удачнее, результативнее, чем реальные события. Мы такие кейсы начали фиксировать где-то с весны прошлого года, когда я, например, впервые обнаружила следующую историю. Мы следим за некоторой программой, которую реализуем в отдаленном пространстве. Речь шла о Сириусе. И нам кажется, что происходят совершеннейшие чудеса. В группу, которая следит за этим пространством, участвует, комментирует, дополняет. Уже пришло около 5 тысяч человек. В самом событии, в очном событии участвуют 50. Мы находимся все в абсолютной эйфории по той результативности, коммуникации, взаимным обменам, которые происходят. А вечером ребята, которые находят нам вместе, звонят мне и говорят, извините, пожалуйста, у нас сегодня не получилось. Я впервые в жизни сказала, ребят, может, у вас и не получилось. А у нас, следящие за вами из облаков, находящихся в облаке и сопровождающие вас в облачной технологии, получились благодаря вам абсолютные чудеса. И это вот та реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся. Когда это гибридное пространство, сегодня часто мы говорим о том, что мы работаем смешанным, стали увлекаться понятием гибридное, может быть, оно точнее. Когда гибридное пространство начинает иногда центрироваться то на физической реальности, то на виртуальной реальности, но точно всегда будут идти вместе, и это нам стало абсолютно понятно. И когда мы начинаем строить образование, собственно говоря, в этом гибридном пространстве, мы попробовали сформулировать какое-то количество оснований для качества. Вот что мы должны делать? Мы типичные педагоги, как меняется наша роль, для того, чтобы образование было качественно в этом гибридном пространстве. И я здесь тоже могу сказать, что, конечно, без педагога мы никуда не денемся. Просто функции его изменились. И первая функция, которая появилась, это качество мотивации. Я сегодня уже говорила о теории распределенной мотивации. Мы прекрасно понимаем, что наш ребенок совершенно не является априори мотивированным к суперпознавательной деятельности, потому что, ну, во-первых, культура познавательной деятельности, построенная на любопытстве, может быть, запросто разрушена по следующим опытам. Потом задача может оказаться сложной, сбои мывают всякие разные. И, в принципе, мотивация может упасть. И в этот момент принципиально важно опереться на чью-то другую мотивацию. Этим другим могут быть, конечно, родители и друзья, но абсолютно точно педагоги. Главная задача которой помнить, что мотивированный труд результативнее, чем труд из-под палки. А познавательная деятельность – это тоже труд. И в этом плане вот педагог как мотиватор в цифровом, хочу заметить, что и не только цифровом, поэтому я все равно всегда буду теперь говорить о гибридном пространстве. Вот эта способность мотивировать, говорить о смыслах, простраивать связи, понимать, что, ну, какая разница, ну, то есть, ну, нашел он, что в 2012 году, ну, поблагодарить его, что это был 2012, а не 2014 год, или пообещать еще впоследствии проверить и идти спокойно дальше. Вот какая-то такая история, когда мотивировать на главное, мотивировать на смысл, объяснять, зачем эта активность. Потому что, согласитесь, очень часто наши образовательные программы построены так, что очень трудно ребенку осознать, а почему он должен тратить свою жизнь, свое личное время, которое можно потратить на десятки интересных дел, на вот освоение этого странного правила или этой странной закономерности. И здесь мотивация по принципу STEM, который чуть-чуть позже, ну, вот, например, в этом сюжете, может стать решающим фактором. Итак, первая измененная функция, без которой никак не обойтись, это функция мотивации, потому что никакой универсальной мотивации даже для больших сообществ создать нельзя. Все, оно нам надо будет подстроиться под мотивационное поле, складывающееся из мотивационных полей этих конкретных детей, да еще и находящихся в конкретной историко-культурной ситуации. Второй тезис связан с деятельностной педагогики, с этим вот learning by doing, с обучением для деятельности и через деятельность. Дело все в том, что в этом гибридном пространстве качество задачи, учебной задачи становится, ну, решающим. Плохие задачи, репродуктивные, избыточные задачи, ну, выполняют в лучшем случае функцию тренинга, которым, так сказать, заменять все образовательное пространство нельзя. И для нас очень важно, на самом деле, получая задание от учителя или принимая на себя задачу, очень четко понимать, что нужно сделать, как нужно сделать, как представить результат, как будет оцениваться полученное, так сказать, знание, как можно себя оценить. В онлайн-пространстве это еще важнее, чем в оффлайн-пространстве, потому что многое, что мы делаем в оффлайне, в онлайне становится непоправимой критической историей. Следующий тезис, который хотелось бы назвать, он вытекает непосредственно, да, но и в связи с этим, собственно говоря, учитель – это человек, который умеет а, строить такие задачи, б, отбирать из пространства жизнедеятельности, из образовательного пространства те задачи, которые действительно нужно целесообразно и понятно, как решать. Но есть еще один тезис, который называется «качество обратной связи». Пожалуй, из всех закономерностей, которые зафиксированы сегодня в цифровой и доцифровой педагогике и точно говорят о том, что есть некоторый фактор, который гарантирует рост качества образования. Этот фактор – это формирующая обратная связь, то есть когда каждая задача, которую получает ученик, гарантированно проверяется и дается обратная связь, что сделано в этой задаче удачно, что неудачно, и что целесообразно изменить и в каком направлении. Для того, чтобы даже искусственный интеллект выдавал такую обратную связь, а мы уповаем на него, что многое он научится делать, нужно, чтобы сначала естественный интеллект учителя или разработчика такого рода задач придумал, продумал мощные каналы и глубокие инструменты, включая критериальный материал, для построения этой обратной связи. И если говорить о наших с вами задачах, задачах, связанных со системообразованием, с инженерным образованием, то это, пожалуй, одна из самых сложных, но и самых значимых, одно из самых значимых условий для качества образования. Но еще одно – это качество организации. Мы понимаем, что мы выстраиваем образовательный процесс, и этот образовательный процесс – это некоторая деятельность. И у деятельности есть законы. Деятельность может быть эффективной или неэффективной. Нарушение законов построения деятельности от мотивации, классический цикл, до отбора, содержания средств, реализации, корректировки, анализа результатов – вот нарушение этого цикла становится разрушительным для любой вида деятельности в цифровой реальности, становится катастрофическим. И здесь мне бы хотелось остановиться на следующую ситуацию. Нас сегодня, когда мы работаем в цифре, мы, с одной стороны, работаем с группами детей, и об этом мы тоже сейчас будем говорить, но, с другой стороны, мы гарантируем результат, качество на стороне каждого. Не большинства, не избранных групп, а каждого. И это является, вот эта вот логика организации образовательной деятельности, освоенная самим учеником для того, чтобы быть аффективным, становится важнейшей историей. Согласитесь, что когда мы говорим про инженерное мышление, про стемообразование, как образование, направленное на решение, так сказать, и готовность к жизни в высокотехнологическом обществе, нам важно научить их базовым основам эффективной деятельности, какой бы деятельности они ни говорили. Технология, деятельностная технология, так или иначе будет строиться на вот этих азах, когда ребенок сам понимает, как он учится. Не когда он становится жертвой манипуляции взрослых, которые каким-то искусственными путями умудряются, так сказать, добиться того, чтобы он освоил сложное содержание или прорвался каким-то инсайтом, а когда он способен управлять своей деятельностью, пока той, которая для него является ведущей в силу возраста, и эта деятельность, вот эта вот учебная деятельность, готовящая его и позволяющая ему погружаться в этот мир. Ну и пятое основание, которое мы для себя выяснили, это основание называется качество совместности. Об этом шла речь вчера, об этом говорил Игорь Михайлович сегодня в примере или в чем-то другом. Мы очень любим подчеркивать во всех программах, которые реализует школьная лига Роснано, что мы живем не для детей, а вместе с детьми. Нам самим нравится этот мир высоких технологий, нам самим нравится STEM, нам нравится STIAM, мы называем его Science TechnoArt, мы можем что угодно говорить. Но нам нравится этот мир, в котором так легко простраиваются связи между не только химией, биологией, физикой и технологией, но легко выстраиваются связи в область искусства, где сознание становится метафоричным. Нам самим так нравится жить. Нам самим нравится учиться. И поэтому мы способны воодушевлять и вооружать этим наших учеников. Игорь Михайлович, представил меня в статусе председателя ФУМО. Как председатель ФУМО и как ученый, я могу сказать, что если меня сегодня спросили, какой учитель нужен в школе и какое его главное качество, это качество ему должно самому нравиться учиться. У него у самого должно сохраниться любопытство, сохранится познавательный интерес, быть сформирована, познавательная деятельность на высоком уровне. И это культура. Потому что в конечном итоге мотивировать, вооружать, вдохновлять по колбу или по бабке Акапке, это не важно по кому. Может только тот человек, который на самом деле и сам является носителем этих ценностей, носителем этой технологии. Но не только совместно мы с детьми, но и дети совместно друг с другом. Я очень завидую, Игорь Михайлович, вашему профессору. То есть я не завидую, у меня точно такие же студенты, которые меня поправляют, дополняют и так далее. Я говорю, что чем больше вы меня на лекции дополняете, развиваете, выражаете сомнения, какие-то тревоги, тем более богатое пространство мы создадим. Сегодня в Зуме это делать очень легко, потому что уважая меня и боясь сбить меня с мысли, они в чате просто присылают друг другу ссылки, дополняют, комментируют, ну то есть начинают создавать второе пространство. Это отдельная тема, мы ее будем еще изучать, насколько способен наш ребенок жить в многозадачности. Эту проблему нам точно в стемообразовании предстоит решить. Но мы ясно понимаем, что совместность, это и понимание, что все учителя, работающие с ребенком, должны договориться о какой-то единой культуре, что мы опираемся на технологию первого, когда ученик учит ученика, учит учителя, и что мы, педагоги, учимся вместе с нашими детьми. Я показываю слайд с сайта одной из школ, которая давно перестроила под новую офисную технологию свой класс. Вы видите, исчезли эти ненавистные нам всем в затылок вперед сидящего парты, вы видите классические зоны и видите разные виды деятельности, которые на уроке происходят. Хочу заметить, что это делается совершенно замечательными обычными учителями, которые просто поверили в этот измененный мир. Вы видите, что на одном из столов зарисуется какая-то схема, кто-то разыскивает информацию, которой им еще не хватает и так далее. Ну вот это какое-то движение в эту новую историю. А мы двигаемся через историю, которая называется в том числе летняя школа «Наноград». Вот в Ханты-Мансийске сегодня началась образовательная программа «Наноград». Много-много лет назад, в 2011 году, была придумана эта образовательная программа, придумана, опять же, взрослыми и детьми, которым не очень хотелось учиться для жизни, которым хотелось пожить в этой жизни, жизни высоких технологий, жизни современного бизнеса. Они, наверное, наслушались наших лекций про наукограды, про автограды, про всякие силиконовые долины и про все остальное. Сказали, давайте нам на вкус попробовать, давайте мы хотя бы 10 дней построим город, в котором нам хочется жить самим, хочется работать, хочется, чтобы были близкие, родные нам люди, построим его по законам, которые нам будут казаться для высокотехнологичного города правильно. Так решалась первая STEM-задача социального проектирования для города высоких технологий и инженерного творчества. Когда-то казалось, что город будет вот такой метафорой, но сегодня вы можете зайти на сайт цифрового на награды. Это действующая платформа, созданная при поддержке ФИОП, ФИОПРОСНАНО. И это город, в котором есть корпорация, в котором решают бизнес-кейсы, особые учебные задачи, не учебные задачи, особые бизнес-кейсы, используемые в учебных целях, так я назову, созданные при поддержке ведущих компаний страны, бизнес-компаний, иногда регионов и так далее. В нем есть банк, в нем есть магазин. Я хочу сказать, что в этом городе зарабатываются деньги, потому что мы убеждены, что технопредпринимательство точно связано с финансовой грамотностью. Эти деньги можно вкладывать в приобретение некоторых ценностей, которые тебе будут необходимы. Кстати, эти деньги можно вкладывать. В этом городе обязательно есть академия, сложный очень проект для самых разных возрастных групп. Есть мэрия, которая объединяет общественность этого города, устанавливает законы, правила, организует жизнь бизнеса так, чтобы бизнесу было удобно. Есть стадион, мощный информационный блок. Сегодня эта платформа используется для решения геймофицированных программ STEM-образования. Для нас очень важно создать ее не только под один какой-то наноград. В этом году история с наноградами началась в Ростове-на-Дону, но он еще был очный. А потом Марина Михайловна Шалашова и с коллегами из МГПУ проводили первый цифровой наноград. Он проводился в Москве. Сегодня большой наноград цифровой полностью онлайн проводится в Ханты-Мансийске. Вы знаете, Игорь Михайлович, когда меня спрашивали раньше, а вот что нельзя цифровать? Я была убежна, что на наноград нельзя цифровать. Там сама атмосфера города, шутки, Министерство счастья, игры с Фейманом, игры с бизнесом, случайные встречи, маршруты, все пространство выстроено таким образом, что каждый момент этой жизни насыщает себя смыслами. Но вдруг оказалось, что можно пожертвовать пока, или по крайней мере искать, чем заменить эти культурные артефакты. Это присутствие рядом с друг с другом, это общую чашку кофе или общий глоток воды и общий случайный смех ради того, чтобы вот эта девочка из маленького-маленького села, откуда никуда не долететь, оказалась в таком же пространстве. Мы удивлены, но оказалось, что это получается. Оказывается, можно многие, большую часть наших процессов, работу по решению кейсовых, командную работу по решению кейсовых задач, инженерных задач, совместное обучение, совместные финансовые инициативы, совместные даже траты, все можно перенести в цифру. Мы вдруг обнаружили, что наши дети с удовольствием заработанные средства тратят на то, чтобы оснастить собственные школы учебным оборудованием, потому что, ну, понятно, что мы продаем в маркете за нанокотики, но мы продаем учебные модули, учебные программы, и они начинают зарабатывать своим учебой и своим трудом средства для того, чтобы в школе появилось то, чего до сих пор не было. Не знаю, мне кажется, замечательное вырастает поколение, которому очень нравится учиться вот на стыке этих идей, на стыке идей науки, бизнеса, образования и проектирования современных культурных средств, работать вместе, осуществлять познавательную деятельность за счет потенциала исследования и проектирования, включать нас, педагогов, и использовать потенциал педагогический в решении этих задач. У меня нет возможности подробно рассказывать про эту программу, и я очень боюсь увлечься, поэтому я позволю себе на самом деле только, так сказать, показать несколько кадров, которые во многом говорят о том, что происходит. Ну, судя по тому, что вы видите, на стене решается некоторая инженерная задача, ее решают два школьника, компьютер, и есть консультант, кстати, выпускник нашей же программы, который когда-то школьникам приехал, и который с удовольствием в данном случае вместе с ребятами решает эту задачу. А вот замечательный момент, если его внимательно рассмотреть, то вы обнаружите несколько компьютеров, явно какая-то тупиковая ситуация, уже даже наши студенты, консультанты оказались в каком-то противоречии, двое залезли в гаджеты искать информацию, которой не хватает, или перепроверять ее, нормальная ситуация, решение кейса, стадия самая начальная, но это молодежь, вот чего у нас точно не получается пока в цифре, хотя сегодня мы уже анонсировали особый цифровой спорт, который изобрели наши молодые ребята, для того, чтобы поддерживать физическую активность, когда ты находишься даже за компьютером, но, честно говоря, баскетбола, волейбола, футбола очень жалко, это они, ставшие уже наши школьники, нашедшие себя в вузах, нашедшие себя в бизнесах, по-моему, очень красивые, по-моему, очень увлеченные жизнью в России, верящие в вот это реальное будущее нашего с вами инженерного мира, мира высоких технологий, собственно говоря, для того, чтобы вот они такими вырастали, мы, правда, создали в свое время школьную лигу, это сайт школьной лиги Роснано, я приоткрыла только один фрагмент, для нас STEM-образование это всегда была базовая методология, нам казалось, что ребята должны учиться через реальную деятельность, чем чаще они будут встречаться с реальным миром, реальными задачами, которые сегодня осуществляются в нашем большом взрослом мире, чем больше они будут получать знаний путем собственных открытий, исследований и проектов, вчера Александр Григорьевич говорил немножко про Курта Левина и вот про это исследование действием, вот, наверное, то, что мы делаем сегодня в STEM-образовании, это точнее всего описывается вот этой методологией, исследование мира действием, мы строим миры для того, чтобы узнать, как он устроен. Спасибо большое, вот из таких двух частей мне хотелось представить вам сегодня это размышление о цифровой трансформации общества и возможности STEM-образования в данном случае. в данном в данном в данном